В Центральном ботаническом саду Национальной Академии Наук Беларуси прошел фестиваль науки 2023. На площадке 100 инноваций молодых ученых студенты БРГТУ представили сразу две разработки. Первая – стабилотренажер с биоуправлением по опорной реакции. Это программно-аппаратный комплекс тестирования функций равновесия человека, зрительного анализатора, вестибулярного аппарата и других систем, прямо или косвенно связанных с поддержанием равновесия. Я представляю разработку стабилометрическая платформа с мобильным доступом. Она была разработана ради проведения различных тестов для определения нарушений опорно-двигательной функции человека, определения морских болезней, определения такси и всевозможных болезней, связанных с опорно-двигательной функцией. Моя разработка была создана просто для удобства. То есть стабилометрические платформы, они в учреждениях образования довольно громоздкие, большие и требуют врача-оператора. Моя же платформа, она мобильная, помещается в маленький чемоданчик и связывается по Bluetooth к Android-приложению. Еще одна разработка близких ученых – светильник из фибробетона «Луна» с RGB-подсветкой, который является декоративным элементом освещения для улицы и дома. Его особенность – антивандальные материалы. Выполнялась командой студентов специальности «Архитектурный дизайн». Они, собственно, отвечали за моделирование, за дизайн объекта. И студентам специальности «Автоматизация технических процессов», который отвечал за техническую часть непосредственно за работу световых элементов, программирование датчиков и в целом за электронику. Проект основан на микроконтроллере «Ардуино». Он очень простой в изучении, очень простой в программировании. Имеет возможность, как вы можете видеть на прототипе, подключения различных датчиков. В данном макете установлен датчик сенсорный и датчик звука. Также есть возможность добавить еще, например, датчик температуры, чтобы свет менялся, в зависимости от того, какая температура у вас в комнате. «Мы разрабатывали прототип нашего светильника, основная идея которого – это мы хотели создать светильник, который напоминал бы Луну. Кратеры этого светильника будут видны на нашей разработке. Мы хотели соединить фибробетон и совместить его с деталями из эпоксидной смолы. Мы выбирали такие материалы, потому что они антивандальные, для того, чтобы этот светильник мог использоваться как в интерьере в помещении, так и в экстерьере. Так можно его на улице, в беседке, либо для создания какой-то творческой атмосферы дома». На площадке «Университет будущего» студенты БРГТУ представили робота-экскурсовода Мироша. Он уже проводит экскурсии по экспозиции Брестского областного краеведческого музея. На форуме он развлекал посетителей и дарил им хорошее настроение. А совет молодых ученых БРГТУ провел мастер-классы по изготовлению мелкоштучных декоративных элементов из бетона и изготовлению изделий из проволоки. «На фестивале науки 23 я представлял один из мастер-классов, который под названием «Вязание изделий из проволоки». То есть специально для него были разработаны матрицы, в которых дети могли спокойно по шаблону изготовить для себя мелкие изделия из проволоки, брелки или настольные изделия. «В чем принцип? То есть по матрице ведется полгода и проформа?» «Да, то есть была составлена инструкция для нескольких форматов изделий, то есть на универсальных матрицах. И согласно инструкциям, ребенок мог шаг за шагом получить тот или иной рисунок. Соответственно, я помогал, если где-то необходимо, но в основном дети справлялись сами». Фестиваль науки – это отличный пример истинного научного таланта и стремления к знаниям, а также замечательная возможность вдохновиться на дальнейшие научные достижения. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.